Машины уже более комфортные, учтены предыдущие недочеты. Это двухосный самосвал, да? Это двухосный самосвал, да. Интересная машина. Да, действительно, мы приобрели шахманы 8х4, очень довольны, ну как машина. Грузим 35 кубов, без проблем. То есть тут еще, наверное, ну сантиметров 40, да? 40 сантиметров, да. Константин Прова. Про технику, про предприятие, про людей. Добрый день, Адам. Приятно было вас встретить на выставке СТТ. Я надеюсь, у вас много и клиентов, и потребителей новых после этой выставки. Да. В этом году выставка, надеюсь, удалась. У нас очень много было посетителей. Очень большая проходимость. Начиная с Дальнего Востока и кончая с Северным. Кавказом и новыми регионами. У нас были гости с Крыма, с новых республик Луганской, Донецкой, Запорожской области. Приятно и вас видеть, Константин, у нас в гостях. Хотел бы отметить вашу работу. Вы справедливо говорите о технике. Вы нам этим помогаете. Сегодня что хочу сказать. Выставка у нас проходит в Москве СТТ. Выставка огромная. 100 тысяч квадратных метров. Мы выставили новые модели, которые востребованы сегодня. У нас очень много покупателей, которые готовы забрать у нас прямо машину с выставки. Новые модели, я думаю, вы пройдете, посмотрите, покажете наши модели. Новые тягачи, они у нас представлены на выставке. А вот такой вопрос. Полгода назад мы тогда, Владимир еще говорил, что завод теперь будет все гарантийные обязательства рассматривать. Да, все гарантийные обязательства рассматриваются. Еще кое-что осталось еще довести до ума. Но практически уже завод, то, что обещал, он выпал. Полгода назад я был в гостях у компании Шахман в городе Челябинске. Мы тогда снимали новый седленный тягач Шахман 6000. По-моему, машина произвела определенный фурор. Ролик набрал порядка 500 тысяч просмотров. До сих пор набирает. И вот я встретил ребят на выставке СТТ. Вот СТТ 2023. Это Фарух. Как выставка проходит? Здравствуйте. Выставка на достаточно высоком уровне. Мы представились первый раз самостоятельно. До этого представлялись как немножко другая организация. На данной выставке представлены экспонаты 2023 года с обновленными кабинами экстерьера и интерьера. Машины уже более комфортные. Учтены предыдущие недочеты. Добавлены камеры 360 градусов, улучшенные зеркала. Они мертвую зону более лучше видят. И много-много разных доработок произведено. По технической характеристике как таковых изменений не было. Но сделали акцент только на экстерьер и интерьер кабины. То есть круговой обзор я смотрю на старых кабинах добавили. Да, круговой обзор. Вот зеркала улучшились. Раньше они в корпусе ходили немножко не так хорошо, как сейчас. Сейчас можно больше мертвую зону ловить. И для водителя это намного комфортнее. Мы же с тобой вот такую машину в прошлый раз снимали, да? Много вообще уже за это время продали таких? Ну, продали порядка 20 единиц. Крайние две машины мы продали в Татарстан. И держим как пилотный вариант с ними связь. Ребята довольны, работают. Но никаких нареканий пока нет. То есть у вас представлен сединенный тягач? Да. Единственное, мы, по-моему, снимали с вами модель 4х2. 4х2 это вот эта модель. На нее уже готовится ОТТС в процессе. И она будет скоро готова к продаже. То есть это 6х4, да? Да, это 6х4. Обе машины на пневмоподвеске. Кабина такая же? Да, все, абсолютно такое. Просто одна на автомате, а это на механике. Двигатели VCHI Power 13, коробки ZF Traxon 16 передач. Вот мосты Hyundai, разработка MAN. Диски можете заметить, алюминиевые, облегченные. Да, в нашей линейке представлены как тягачи, так и бетоносмесители и малотоннажные грузовики, пожалуйста. Нам предоставил сам завод для выставки L3000. Это двухосный самосвал, да? Это двухосный самосвал, да. Интересная машина. Я что-то не помню, у вас на складе, по-моему, не было тогда. Нет, это экспонат на выставке. Новая модель. Конкурент Камазу. Такое уже, да. Порух, а не секретная информация? Можешь цены озвучить вообще на все еще один? Какой? Ну вот, давай, вот машина на все еще, которую мы снимали. Здесь с половиной миллионов стоит 6 на 4, о, 4 на 2, а 6 на 4 на 200 тысяч дороже. 10700 лучше. То есть всего 200 тысяч? Да. А по полноприводным машинам, что можете сейчас рынку предложить? Шакман X3000, тоже с обновленной кабиной. Это самосвал будет? Да, самосвал. А в качестве шасси не завозите? У нас контракт на 50 единиц шасси 8 на 4 и 6 на 6, 8 на 4, 6 на 4. Это уже будет завоз где-то к середине лета, начало осени. А это 6 на 6? Да. А 8 на 8? 8 на 8 тоже будет, да? Просто пока на них вот ТТС мы видели, у конкурентов были, стояли машины, но вот ТТС пока нет на них. Даже если вы где-то найдете, на них пока вот ТТС. Добрый день всем. Добрый день, Руслан. Присоединяюсь с нашим сотрудникам, которые ранее выступали до меня. Ну, что я могу сказать? По сервису, по обслуживанию данный сегмент, как бы для России, он новый был до того года. Магистральные тягачи. Но есть опыт уже работы с ними. Они уже порядка 180 тысяч километров прошли. От ТО до ТО нареканий не было. Это вот ты про модели, про новые 6-тысячные говоришь? Да, да, 6-тысячные, да. Вот до этого, в том году, в декабре у нас была тоже, как бы мы рекламировали нашу компанию, да. Да, и вот после этого момента те два экспоната уехали в Казань. Они сейчас работают на Лукойле. Вот они сколько пробежали? 160 тысяч. 160 тысяч. Вот те две машины, белые, по-моему, такая же была. Белые и бирюзовые, да. Ну, зарекомендовали себя очень хорошо. Никаких проблем. Слушай, а вот по электронике, я помню уже на этой машине там достаточно, ну, круто там и Face ID, по-моему, и круиз-контроль активный, адаптивные удержания в полосе. Как? Нормально все? Они с Челябинска, в Москву, к нам приехали своим ходом. И наши водители, вот, непосредственно тоже наши водители ездили за рулем. Они приятно удивились. Активный круиз-контроль, удержание полосы, это все работает. Мы сами уточнили. Расход топлива, голова пришла с Челябинска на Москву, 16,200. 16,200 на 100, но это пустая. Пустая. А снаряженной массе в сцепке со шторой больше 29 не поднимается. Да, с учетом того, что по перевалу, по Уралу мы проходим. 29 литров. Это хорошая экономия и расход хороший. Ну, давай еще раз в кабину залезем, покажем зрителям. Может быть, кто-то предыдущий обзор не видел. Вообще, конечно, внутри космический корабль. Константин Прова. Про технику, про предприятие, про людей. Дверь нам открыли дистанционно, с брелка. Так, это у нас модель X6000, колесная формула 6х4. Коробка, механика. А, здесь механика? Механика, да. Там же был робот, по-моему, да? Там автомат был. Да. Траксон, а тут механика. То есть, есть и такая комплектация. Она, соответственно, дешевле должна быть. 16 ступеней. Ну, да. Но в данный момент, пока данные машины, на автомате на российский рынок не идут. А имеешь в виду именно, которые 6х4, да? Да, чтобы на коробку автомата. Ну, здесь ZF-овская коробка. Легендарная. Самая простая. Вы и в эксплуатации, и в обслуживании, и в ремонте. Слушай, а вот это же правильно, Face ID, как она работает, да? То есть, камера работает, да. Все, то есть, водителя можно записать. Если другой человек сядет, то она не заведется даже, да? Давай покажем приборку. Также комплектность не отличается от той модели, которая коробка автомат. Холодильник. На 40 литров. Полочки. Все удобно. И самое главное, что в ситраке вот так не встанешь. Ситрак ниже кабины. Давай продемонстрируем. Честно говоря, я отставал, но не помню именно точную высоту. Вот так, наверное, будет видно в камеру. То есть, тут еще, наверное... Еще запас есть. Ну, сантиметров 40, да? 40 сантиметров, да, запас есть. Да, высоко. Ну, два спальных места тоже, да? Заводовый установлен отопитель, салон, небаска. Полностью пульт управления, что удобно при отдыхе водителю. И так же система, что вот руль управления пневматическое. Все очень удобно. И переключение. Тоже два тормоза для машины, для прицепа. Да, как обычный водитель. Розетка 220 есть, да? Да, 220 есть. Вот она. И розетки. Понятно. Полностью управление мультимедией, сенсорное? Нет. Мультироль. Мультироль, да. Кнопки глонасс поставим. Да. Так что, по крайней мере, за шесть месяцев никаких отзывов, которые плохо говорили насчет данной техники, не поступало. 20 машин уже продано за это время. Если вдруг случится так, что нас будут смотреть, те, кто их эксплуатирует, обязательно пишите в комментах свой опыт. Да, мы всегда выслушаем комментарии, отзывы, проблемные какие-то вопросы. Может, у кого-нибудь возникали такие случаи, неординарные, можно сказать, да? То, что в эксплуатации. А так клиентская база постоянно с нами сотрудничает. Всегда я вижу, когда мне каждый клиент звонит, я как являюсь руководителем отдела сервисной службы, 24 на 7 мы работаем. И все клиенты я с ними, вот именно по этим моделям, в плотном контакте. Знаешь, что в прошлый раз мне спросил? А сидение здесь с вентиляцией или без? На данном всегда с вентиляцией. Сейчас я с той стороны подойду, пока как бы это скажешь. Вот кнопочка на обогрев и на охлаждение. Ага. Все удобно, все доступно. Управление пневмоподвеской. Бардачки. Ну, здесь ничего не поменялось, как на том модели. Здесь все аккуратно, удобно, все работает. Вот удобное же решение, почему у некоторых машин не делают на улицу открывание, да? Не знаю, даже, если честно. Так, я скажу, что удобная эксплуатация, ремонт, все шаговые доступности. Также кабина открывается через пульт управления. Люди интересуются на данной выставке, именно по данной модели. Данная модель уже продана. Здесь на выставке проданы? Один из единственных, две единицы осталось еще. А, девять машин уже здесь проданы? На выставке? Да, на выставке. Они же все с электронными, ПТС, одобрение типа, все и есть. Ну, молодцы, значит, удачная у вас выставка. Ну, да, ну, так. Ну, и цена вопроса тоже. Так как они выставочные, по 200-250 тысячи скидка на них еще. Компания СтройТехИмпорт или по-другому компания ШахманРу еще занимается полуприцепами. Сейчас мы пройдем на соседний стенд, тоже покажем. Полуприцеп Амур, по-моему, да? Да, Амур, да. А чей-то бренд, кстати? Тоже Китай или нет? Да, тоже Китай. Тоже Китай. Тут наша команда работает. Оригинальные, обратили внимание, что это оригинальный бампер, оригинальные фары. Тягача. Все это горит, все это работает. Не продается? Нет. На кухню можно сделать барную стойку куда-нибудь домой. Хорошему клиенту в подарок. Подарок, да? Да. Что нужно у вас купить, чтобы это в подарок было? Десять самосвалов. Десять? Все понятно. Десять самосвалов. Классно придумали. Интересное решение. Так, дальше хочу вам предоставить наших партнеров. Компания Амур, которая изготавливает прицепы, фронтальные погрузчики. Вот непосредственно директор компании. Представьте. Здравствуйте. Здравствуйте. Наша компания, Ли Юэнда, специально работает китайский бару-прицеп. Это наш директор Сунг Сяо. То есть вы делаете, я смотрю, контейнеровозы. Самосвальные полуприцепы, да? И шторные полуприцепы? Да, да, да. А рефрижераторы делаете? Тоже работаю. Тоже делаю? Любое, да. Или чуть-чуть еще добавить. Там траву, полуприцеп, шторные погрузчики. Уже неправильно. А сколько у вас людей на заводе работает? Ну, сейчас поручие 300. Лабочие. 300? 300 человек. 300 человек. Да, да. Но в дальнейшем все это будет в зависимости от потребностей клиентов, в зависимости от как они будут востребованы, будут увеличиваться ресурсы, соответственно, будут увеличиваться рабочий персонал от 300 до 1000. Это, я думаю, что за короткий промежуток времени, до конца года. Получается, компания «Стройтехимпорт» является представителем? Представителями, да. А техника в Челябинске или в Казани будет стоять? Челябинск. Челябинск. На всех площадках наших. И Казань, Челябинск, Москва, Краснодар, Ростов. Везде будет представлено. Понял. Как вам выставка в России? Первый раз в выставке СТТ-экспо участвуете? Да, первый раз. Первый раз. Что можете сказать? Ну, совсем хорошо. Здесь встретимся многие. Но многие интересны наши полуприцепы. Хочет поставить наш дерево. Ну, в Китае, наверное, выставки больше, да? Да. Все равно больше. Ну, самое главное, в Китае такой забот не меньше тысячи. Но только наша компания есть УТТС и больше 300 моделей можно УТТС держать, распространяться в России. А, УТТС российский у вас уже сертифицированный, получается, в России. Да, да, да. Понял. Удачи вам. Спасибо. Всего доброго. Это наш ключевой клиент. Покупает уже не первый год на самосвалы Шахман 8х4. Вы из Москвы? Да, действительно. Мы приобрели Шахманы 8х4. Очень довольны, как машина. Грузим 35 кубов, без проблем. 550 лошадок, ретардер, рекомендую. Если 35 кубов, то только с ретардером и с этим, как его? 550 лошадок. Потому что спокойно, да, ВП-13. Пользуемся уже больше года. Мы гадали километром 40 тысяч, наверное. Жалоб нет. Только ДО сделали, масла, фильтра. В основном и все. Очень довольны. Правда, надо подтягивать, как перегонять его далеко до Москвы. Надо ключами немножко поработать, чтобы... Ну, это в основном все то, что слегка навесной, там, крыльем рыли. А так, в основном, пока ничего не дрогали. Работаем довольны. К вам вопрос, как посетителю выставки. Как вообще выставка в этом году? В этом году, если честно, никакого европейского производителя мы тут не видели, что и должно было так быть, наверное. Ну, китайцы молодец, все уже. Успели все. Научились, да? Посмотрели, вроде неплохо сделали они, да. Стоит этот, по нашей части, разрушитель 20... ХСМГ смотрели, да? ХСМГ смотрели, там... Большой такой. Да, но тоже очень грамотно по поводу вот... Уширяется, это вообще отличная такая, наоборот. Ну, нормально. Ну, я думаю, кому что нужно, здесь точно найдет по технике. Вроде все есть. Хрупкая девушка представляет в компании направление именно запчастей. Да. Ну, два слова, может быть, тогда. Я в запасных частях уже 15 лет, в этом разбираюсь, понимаю, можно сказать, уже люблю, и, наверное, ничем другим больше заниматься не смогу. Мы работаем в компании «Стройтехимпорт». На Троицком тракте в Челябинске у нас большой магазин запасных частей с отдельно выделенным центральным складом, на который поступают ежемесячно по контейнеру на сегодняшний день запчасти. Эти запчасти дальше у нас последуют в розничные магазины, а оттуда уже к конечному покупателю. На складе у нас на сегодняшний день сегмент XCMG представлен в большом ассортименте и шакман. Шакман – это направление у нас новое, поэтому перспективное. Дальше мы будем это развивать, тут есть над чем работать. А по XCMG мы как рыба в воде. То есть, если есть какие-то заявки по спецтехнике, это обрабатывается в течение 10 минут у нас по регламенту. Любая заявка. XCMG.ru, сайт шакман.орг, добро пожаловать. Просите отдел запасных частей, если скажете, Марина, вас напрямую соединят. В общем, приятно было встретить представителя шахмана Володю. Это здесь сегодня наши хорошие ребята, хорошие дилеры Шакман.ру. Они здесь показали много нашей шакманы, новой техники. И джигач, миксер, и самослав, все есть. Но это хорошее место, хорошее стенд. Но сегодня погода тоже нормальная. Чуть-чуть подпишись. Дождик чуть-чуть, да? Чуть-чуть дождь, но это нормально. Видели, что сегодня много людей здесь посещали. И они делают фотографии, они посмотрели на наши машины сегодня. Это очень хорошо. Мы тоже очень благодарили, чтобы наши хорошие партнеры Шакман.ру, они здесь с нами вместе показали все люди наши шакманы, наша продукция. Это тоже поддержка для нашей марки. А дальше мы хотим, чтобы мы с ним в Атарише и получше работать. Ваша Акман. Спасибо, Валя. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok